Партнер передачи газета Рыбацкий Вестник. Спонсор программы Рыбалка по-сапорожски, фирменный магазин надувных лодок Калибри. Рыбалка это самый трудоемкий способ расслабиться. Здравствуйте, я Наталья Апалишко и мы начинаем нашу программу. В феврале часто называют глухозимьим. Лед достигает максимальной толщины, содержание кислорода в воде уменьшается, рыба становится пассивной. Именно в это время любителям зимней рыбалки приходится проявлять все свое мастерство и навыки, чтобы вернуться домой с уловом. Учитывая вышесказанное, темой нашей передачи должна была бы стать рыбалка на льду. Но матушка природа вносит свои коррективы в календарь рыболова, а мы следуем за ней. Теплая рыбацкая зима. Дальше в программе. За окном февраль, а многие рыболовы, не получив возможности применить зимний арсенал, перешли на стандартные летние донные оснастки, предназначенные для ловли на удаленном расстоянии от берега. Это вполне объяснимо, ведь рыба держится на русловых участках водоема и лишь изредка выходит на мелководье. Сегодня успешная рыбалка проходит при помощи фидера. Зимой этот процесс имеет свои особенности. Если вы ловите при температуре воздуха выше нуля, лучше применять плетенку. Она четче передает момент поклевки на кончик удилища. Однако, даже при небольшом морозе от применения плетеной лески придется отказаться. Она моментально примерзает к кольцам удилища, чем доставляет массу неудобств, например, ломает вершинки. Все элементы оснастки по сравнению с летом стоит делать максимально чувствительными. Придется значительно уменьшить диаметр основной лески до 0,14-0,16 мм, поводков до 0,08-0,12. Не лишне уменьшить вес кормушек, что позволит использовать более чувствительные вершинки. Поклевки рыбы зимой очень нежные. В таких условиях оптимальным станет применение пикера или легкого фидера. Зимняя прикормка должна быть мелкого помола, более темная и менее ароматная, чем летняя. В нее часто добавляют кормовой мотыль из расчета 1 к 5. Специальные зимние серии прикормок можно купить в специализированных магазинах. Меняется и тактика прикармливания. В зимний период рыба ест мало, и очень важно не перекормить ее. Вполне достаточно одного заброса в 15-20 минут. Лучшая наживка сейчас – мотыль. Но при ловле на фидер, особенно при дальнем забросе, при ударе о воду он слетает. К тому же рыба берет его очень нежно. Часто просто не заглатывают крючок, а сдергивает личинок по одной. Поэтому так часто холостые подсечки. Исправить ситуацию можно, применяя в качестве наживки так называемый бутерброд из мотыля и опарыша. Его рыба берет намного увереннее, что значительно увеличивает число реализованных поклевок. Обобщив, скажем, что тактика ловли зимой ничем не отличается от летней рыбалки. Определите перспективные места, бровки, ямки, банки и начинайте методично их облавливать. Для тех, кто собрался провести эти выходные с удилищем в руках, но не определился с местом рыбалки, представляем следующую информацию об уловах за последние два дня. На Нижнем Бьефе, на поплавочную удочку с берега, рыба ловилась в следующих местах. В районе проток Дамахи на ямах, применяя легкие оснастки, на мотыль ловят окуня, плотву и густеру. Прикармливают кормовым мотылем, перемешанным с землей. В Балабинском заливе с глубины 3-5 метров на мотыль идет плотва и окунь. Прикормка – мегамикс – холодная вода. С использованием донных оснасток на мотыль с опарышем удается достать плотву и густеру. Прикормка – мегамикс – черная плотва. В районе залива Рица на поплавочную удочку с глубины 3-4 метра ловили плотву и подлещика. Прикормка – сухари с сухим молоком. Удилищами дальнего заброса брали плотву и подлещика в Кривой бухте. По реке Московка в районе села Натальевка на бутерброд ловили плотву. В качестве прикормок брали кашу с макухой или панировочные сухари. На фидер ловили рыбу с берега в районе села Беленькое, применяя мегамикс «Черная плотва» и «Быстрая река», добавляя в прикормку мелкий мотыль. На верхнем Бьефе в районе села Орловское на фидер с берега ловили плотву и густеру. В качестве прикормки применяли фирменную смесь «Фишдрим» – «Фидер». Такая же рыба клевала в районе аммиака провода и в гадючей балке. Здесь в качестве прикормки брали панировочные сухари и мегамикс «Холодная вода». Подробнее о последних уловах читайте в газете «Рыбацкий вестник». Также в свежем выпуске. Рыбалка на зимовальной яме обошлась браконьером почти в 20 тысяч гривен. Обзор мормышек, на которые ловят с подсадкой дополнительные приманки. Судак на балансире. Выбор снасти, техника ловли и поиск рыбы. Как сделать прикорм более эффективным. Схема устройства самодельной кормушки. А также технические новинки, рецепты рыбной кухни, рыбацкий юмор, кроссфорды, фотоконкурс и другая интересная информация для настоящих рыболовов. Напоминаем, что во всех отделениях Укрпочты идет подписка на «Рыбацкий вестник». Читайте нашу газету и рыбачьте вместе с нами. А теперь наш прогноз «Клёва» на ближайшие 10 дней. В первой декаде февраля сохранится теплая погода с плюсовыми температурами. Лед практически сошел на всех реках. Только на заливах и закрытых водоемах остались остатки ледяного панциря. На эти выходные прогнозируют по-настоящему весеннюю погоду с температурой выше 10 градусов, при которой вполне вероятны краткосрочные выходы Бели на мелководные участки заливов и проход плотвы из русловых ям Днепра через протоки Дамахи в Балабинский залив и реку Кушугу. Для рыболова задача не меняется. Главное – найти скопление рыбы. Но даже если вам этого сделать не удастся, не огорчайтесь. Время, проведенное на природе и хорошая погода, дадут вам заряд бодрости на много дней. Как видите, теплая зима – не повод отсиживаться на диване. Рыбы не птицы, на юг не улетают. А раз рыба есть, то она хочет есть. А если она хочет есть, то вы ее можете поймать. Ловить, как все мы знаем, можно не везде. На зимовальных ямах, например, нельзя. Что это за места такие запретные, расскажет ихтиолог Максим Максименко. Правилами рыболовства предусмотрен запрет вылова рыбы на зимовальных ямах. Однако не все рыболоволюбители представляют себе, что такое зимовальная яма. Сам термин «зимовальная яма» возник еще в 19 веке, когда принято было считать, что зимовальная яма – это самые углубленные участки водоема. Следует отметить, что еще в те времена отмечался массовый вылов рыбы в таких местах зимовки, и лед в буквальном смысле был залит кровью. В 50-х годах нашего столетия начали вводить запрет в период зимовки рыбы на зимовальных ямах. Согласно действующих правил рыболовства, зимовальная яма – это углубленный участок водоема, на котором наблюдаются скопления рыбы в зимний период. Однако характеристика углубления места зимовки рыбы – это не самая основная характеристика. На зимовальной яме должны быть соответствующие гидрологические и гидрохимические условия, которые обеспечивают нормальную зимовку водных биоресурсов в водоеме. Принято считать, что на зимовальной яме рыба абсолютно лишена любого движения и находится в состоянии так называемого анабиоза, то есть полного оцепенения, когда все ее жизненные процессы замедляются до минимума. Однако это не совсем правильно. Даже в период зимовки мирные виды рыб, не говоря уже о хищниках, совершают непродолжительные передвижения. В основном эти передвижения идут от центра стаи к ее периферии. Таким образом создается правильное равномерное условие зимовки всех особей стаи. Более того, хищники питаются в зимний период, это всем известно, но и многие мирные виды рыб, такие как лещ, плотва, густера. И в последнее время в любительских уловах зимой встречается зачастую и серебряный карась, хотя ранее было принято, что серебряный карась зимой не питается. Подведем итоги, что зимовальная яма – это не просто углубленный участок реки. Более того, это, возможно, не самое глубокое место водоема. Однако на данном участке слаживаются определенные условия – кислородный режим, определенный характер течения. Надувные лодки, катера, лодочные двигатели «Ямаха», «Парсун», «Хидея», «Тахацу». Техобслуживание и аксессуары в фирменных магазинах «Калибри» по адресу Чумаченко, 30В и Жуковского, 29Б. Для многих рыболовов стерлить составляет наиболее замечательный вид всего семейства осетровых. Конечно, в промысловом смысле она уступает сородичам, зато встречается у нас в Днепре. Ведь рыба эта пресноводная, а не проходная, как осетр, белуга или севрюга. Благодаря наблюдениям овсянникова, кноха и гримма образ жизни стерлиги изучен довольно хорошо. А благодаря Павлу Гродскому, шеф-повару фиш-кафе, мы узнаем, как ее готовить. Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить стерлить традиционным русским способом, запеченную в печи или в духовом шкафу. Начнем ее подготавливать. Возьмем соль. Натираем все в разрезах. В серединку ставим чеснок. Несколько кусочков сливочного масла. Веточку розмарина и тимьяна. Еще соль. Так, стерлить подготовлена для запекания. Можем отправлять ее запекаться. Итак, ставим на пергаментную бумагу, чтобы она не прилипла у нас к противню. Придаем ей форму полукругом, чтобы помещалась на тарелочку. И отправляем запекать. К нашей запеченной стерлиге подойдут любые обжаренные овощи. Запеченная рыба, овощи. Вот я обжариваю овощи со сливочным маслом. Соль, перец и немножко листиков тимьяна. Овощи готовы. Будем гарнировать тарелку. Гарнируем блюдо на стерлядь. Берем микс салатов, зелень по сезону, дольку лимона и наши жареные овощи. Польем нашим сливочным маслом с тимьяна салатик. Итак, наш стерлядь готово. Итак, буду показывать, как разделать стерлядь, запеченную целиком. Нам нужно загарнировать на две персоны. Делается все просто. Первый шип поправляем кожу. Снимаем верхушку. Вот так. Нижнюю часть таким же образом. Так же само просто, как мы сняли кожу, отделяется филе. Стерлядь от килограмма до 1,3 кг запекается 25-30 минут при температуре 200 градусов. Поливаем сливочным маслом, которое было внутри рыбы. Добавляем немножко соли, перца. Так как рыба была целиком, она сейчас малосольная. Стерлядь запеченная целиком есть у нас в меню фиш-кафе. То же самое, что делал я здесь. Делает в зале официант. Приходите, попробуйте. Приятного всем аппетита. На сегодня все. Увидимся через неделю и пусть вам всегда будет клево. Партнер передачи газета Рыбацкий Вестник. Спонсор программы Рыбалка по-запорожски фирменный магазин надувных лодок Калибри. Рыбацкий Вестник. Рыбацкий Вестник. Рыбацкий Вестник. Рыбацкий Вестник. Рыбацкий Вестник. Рыбацкий Вестник.